Мусслим передает у Аиша, поистине Аллах, он добр, любит доброту, мягкость, он дает за мягкость, то, что не дает за жесткость, за жестокость, за резкость. То есть, человек, который добр, мягок к людям, достигает таких вещей, которые человек жестокий, грубый не достигнет. Особенно это качество призывающих, особенно качество Ту-Лаба-Лейн. Хоть вы будете семи пядей во лбу, хоть вы будете наизусть знать, вы будете, вы супер-супер-супер знатоки, люди разойдутся, люди не будут с вами, люди не будут вас слушать, не пойдут к вам, потому что вы не достигнете успеха никакого в призыве. Если у вас будет рунф, если у вас будет эта грубость, жесткость. Понятно или нет? Если вокруг вас и соберутся, то кто соберутся? Соберутся какие-то люди, которым что-то от вас, выгода какая-то есть. Может быть, если у тебя что-то есть, будет какие-то ради интереса какой-то. Либо это будет какая-то личность такая, которая слабая личность, она хочет быть возле какого-то такого жесткого, такого человека. Хорошо, можно за него ходить. Ну и как бы пользоваться его протекцией какой-то, защитой какой-то и так далее. Поэтому, и якума, и якума, остерегайтесь этой вещи. Группость, жесткость, понятно или нет? Где-то твердость нужна, конечно. Когда мы говорим, будьте мягким, будьте добрым, не значит, что человек должен быть какой-то улиткой, там, амебой, совершенно бесхребетным чем-то, да? Где надо твердость, там должна быть твердость. Но если посланнику Аллаха сказал, Аллах, Субханава Тааля, если ты был бы жесток, это посланник Аллаха, то они бы разошлись. То что тогда говорить про вас? Хоть вы семи пять его, хоть вы там супер знающие и начитанные. Это знание, поймите, знание, незнание, информация только. Далеко. Потому что, как всегда, мы говорим, те, которые больше знают, чем Ибн Бас, и чем Альбани, более начитанные, чем Усаймин. Есть такие умы? Есть. Поедет, он знает наизусть больше, чем знал Чеха Ибн Бас. Но что-то вы про него знаете вообще? Продвинулся его призыв куда-то. Принес ли благо какое-то? Нет, не принес. Потому что это нечто тут, в сердце, благодаря этому Аллах, Субханава Тааля, дает успех. И возвышает. Никогда не забывайте про это. Что здесь мерило другое. Это не как в мирских вопросах. Да, в мирских вопросах можно слесарь там какой-то хороший, или невропатолог хороший, и там он уже... И то, и там это влияет. У врачей это влияет. Ну, какая-то профессия, которая там... Компьютерчик хороший. А? Специалист. Да, тут мерило такое. Чем больше он там знает, тем ценнее он в этом плане. Да, но здесь другой критерий. Здесь действуют другие законы. Понятно или нет? Другие механизмы. Итак, пророк Саусалам сказал, дает Аллах за мягкость то, что не дает, за то, что кроме этого. Аллах мягкак, Аллах добр, рафиклин, то есть добрый, юхиббу рифк, любит доброту. А та еще от пророка Саусалам, что сказано, какой бы вещи ни присутствовала доброта, мягкость обязательно это украшает. Валя юнзан шей илля шанэс. Какой бы вещи ни была устранена доброта, ни уйдет доброта, обязательно испортится. Аджарир, апельдан от пророк Саусалам, ман юхрам рифк, юхрам аль-хайр. Тот, кто, смотрите, этот хадис запомните, наверное, вы его не слышали. Ман юхрам, ман юхрами рифк, юхрами аль-хайр. Кто лишен доброты и мягкости, тот лишен блага, субханаллах. Тот лишен блага. Каждый на себя пусть посмотрит.